Я рад вас приветствовать на своем канале Жук Муравейники, с вами ученик 77, он же дядя Саша, великий и ужасный. Сразу небольшая ремарочка, если кто-то ждет краткого лаконичного видео, где вам все быстренько, скоренько расскажут, то можете закрывать и идти. По своим делам, я люблю растекаться мыслью по древу, люблю поговорить с вами, ребяточки, девчатки, люблю все обстоятельно рассказать. Вообще, краткость, конечно, сестра таланта, но не всегда, и не во всех случаях это надо применять. Для современного человека краткость вредна, он не всегда успевает понять, что произошло. Значит так, что мы сейчас сделаем? Мы даем ответы на часто задаваемые вопросы. Данное видео будет прикрепляться ко всем стримам, а может быть даже стримам. И вы сможете сами, не отвлекая меня от важного, нужного и интересного играния, я бы даже мог употребить вот такой вот глагол, играния, сами ознакомиться с тем, с ответом на тот вопрос, откуда есть пошел ученик 77. Вот, для начала мы это вам расскажем, жем-жем-жем. Почему же ученик 77? 77. Началось это в далеком 2000, пожалуй, так, когда у меня тут раздачка-то была залита первая, в 2012 году? Наверное, в 2011 году, когда я стал простым пользователем рут-трекером. Еще, не будучи никаким ни модератором, ни кем, просто жалким рядовым пользователем. И назывался я тогда не ученик 77, а несколько иначе. Даже не помню, как я тогда назывался, представляете? Вообще не помню, я потом переименовался. Вот, и долгое время я его использовал для поиска музыки. В 2011 году это был отличный ресурс для поиска музыки. Сейчас, конечно, он несколько пострадал, правообладатели его почикали. Раньше был шикарный ресурс, вот. И как-то раз я задался вопросом, с детства люблю чужих против хищников. Ой, фу, ту каких чужих против хищника? С детства люблю фильм «Историю про чужих». Первый раз в 14 лет посмотрел. Сколько же мне было тогда? Да, 91-й, 92-й год, где-то так. А вышел, по-моему, фильм «Чужой первый» в 79-м. Ну, и значительно позже, позже после его выхода. Вот, и как-то раз, общаясь с одним товарищем, Евгения его звали, мы тогда работали вместе. Ну, он вроде как у меня был наемный работник, но у нас были дружеские, близкие, теплые отношения. Я тогда вообще не играл в компьютерные игры, вообще не играл. Я же близко не видел их и не знал. Я в нем как-то... А он был таким отчаянным танкистом. Я ему говорю, Женек, слушай, а есть какие-нибудь игрушки про чужих? Вот я бы поиграл в игрушки про чужих. Он говорит, да есть, наверное. Я говорю, ну да, в принципе, не может быть, чтобы не было игрушек про чужих. И вот, я зашел на Рютрекер, забил в поисковик и нашел вот эту вот раздачу. Aliens vs Prey Data 2 плюс Primal Hunt плюс Agile Mod, но это не важно, тут все дальше написано. А тогда все это было здесь? Да, тогда было только Alien и Primal Hunt. Вот это все не было, по-моему. А, не-не, было-было-был Team Fortress, был Ultimate Map Pack 2, тоже был. И Connect к московским серверам. Короче, нашел я раздачу товарища Биоскиллера. Это прям мой, так сказать, не знаю, интернет-отец. Хотя, по-моему, он то ли старше меня чуть-чуть, то ли младше, но мы с ним там близко. Дмитрий его вообще зовут. Жил он тогда в Москве. Видите, 11 лет он на Рутрекере стажируется. Короче, он тогда держал сервера русские. По-моему, 12 ШТ. И вообще тогда из серверов по Чужому против Хищника 2, по ней можно играть как в сингл вариант, так и в сеть, было в районе 50 по всему миру серверов. В общем, короче, замутился я с этой раздачей. Разобрался, как играть по сети. Поиграл, естественно, в сингл. И под Новый год, как сейчас помню, под Новый, 12-й год, да, по 12-й, да, по 12-й я зарубился по сети. Вот, естественно, меня там всегда быстро и легко убивали, потому что эти ЧПХшники, кто в Чужого против Хищника играет, они такие задроты, там им палец в рот не клади. Это вам не Counter-Strike. В Counter-Strike хоть как-то можно, а там никак нельзя. И я решил обозвать себя учеником. Думаю, ну чё, у меня ничего не получается, такой слабенький, дохленький, назову-ка я себя учеником. Ник себе взял такой, ученик. А писалось это вот так, я вам сейчас покажу, как это писалось в те годы. Это писалось вот так вот. Вот так, ученик 7.7. Потому что русского текста там внутри серверов нету. Хотя есть русификаторы для одиночной игры, для мультиплеера, но сам сервер не русифицированный. Русскими сообщениями писать нельзя. Ну а 7.7, это год моего рождения. Вот так мир и получил дядю Сашу, любителя игр. Потом я начал заливать моды. Запал я на моды для Чужого против Хищника. Вот первый мод у меня был залит в декабре 12-го года. Это почти год я играл. Только через год я где-то начал. Вот находил моды и заливал. У меня их тут дофига, ещё часть умерла. Так это внизу уже не ЧПХшные моды. Короче, с модами, модами. Начал я мутить моды, моды, моды. Разбирался, качал, искал по всему миру. И как-то я начал в раздачках писать комментарии, то-се по поводу модов. Ну и так потихоньку, потихоньку я как-то попал в модераторы рутракера в разделе игры. Сначала был помощником, проявлял активность, а потом стал и модератором. Вот сейчас я вип. Это я где-то год назад, наверное, меня сменили. Да не, недавно. Они меня долго терпели модератором. Вот сейчас я вип. Заслуженный. А так я был модератором в разделе игры. Даже был главой модераторов в разделе игр. Вот, собственно говоря, откуда есть пошёл ученик 77, если вкратце. Ну как вкратце, это расскажешь. И откуда, собственно говоря, моя тяга к играм и всему прочему. Всё началось, оказывается, с чужого против Хищника. Видите, как всё нелегко и непросто. А могло бы пройти мимо. И никогда бы я не играл в эти игры. Я до 11-го года был к ним равнодушен абсолютно. Вот. Но теперь, что касается Жука в Муравейнике. Эта история уже более поздняя, разумеется. Ну, когда она началась, эта история? Ну, наверное, лет 7 назад. Я тоже не рано начал Стругацких читать. Я уже их читал, будучи человеком абсолютно взрослым, зрелым и полноценным. Открыл для себя Стругацких. Короче, Жук в Муравейнике. Это роман братьев Стругацких. Он второй из трилогии о Максиме Камерере. Первый называется Обитаемый остров. Второй называется Жук в Муравейнике. Третий называется Волны гассят ветер. Ну, если желаете, вот тут что-то написано. Но это я не читаю. Я сам говорю, что знаю. В 79-м году был опубликован. Следовательно, написан чуть раньше. Кстати, в Жуке в Муравейнике братья Стругацкие ни больше, ни меньше описывают современный поисковик типа Яндекса или Гугла. На тот момент не видя даже в глаза еще не то что компьютера. Ну, может где-нибудь компьютер какой-нибудь и видели. Но интернет-то тогда его существование они вряд ли знали. Они, знаю, уже были первые зачатки интернета в 79-м году. Возможно, и был какой-нибудь внутренний день в какой-нибудь Америкосии. Ну, у нас-то точно не было. А уж тем более поисковых систем. Вот, не то чтобы это прям самый-самый мой любимый роман. Но очень его люблю. Вот так я себя и назвал. Сначала у меня группа появилась репакерская. Я был репакером еще на Рутрекере, на Руторге. Группу так подписывал. Назывался на Жук Муравейники. А потом и канал на Ютубе организовался, который такое же название и получил. А с чего я начал ютубничать? Или ютуберить? Все просто. Я репакерствовал, как уже было вышесказано. В то время уже в поле моего зрения пополна и попала игрушка, я хотел сказать, чужой. The Long Dark. И даже на него было как минимум один или два репака залито. И вышел 420 какой-то тест-бранч в Стиме. И он загружался не автоматом, его можно было скачать, если желал. Вообще была полностью тестовая сборка. А потом через какое-то время она менялась, когда действие теста заканчивалось. Словом, это был стопроцентный тест. И ни один из репакеров, ни один из пиратов его не закачал и не выложил. Кому нахрен нужна тестовая сборка? Хотя это было несложно. Гряк свободно подходил и на тестовую сборку. Но морочиться с этим никто не стал. И я думаю, народ же не узнает, что там происходит в тестовой сборке. Товарищи-то пираты, узнают что-то, товарищи-то, которые стимверсисты и, возможно, ГОК. Да нет, в ГОКе-то, наверное, не было никакой тестовой сборки. Да, ГОК-то уже обновленный продает. Это только стимовцы могут. В ГОКе тогда еще был Зеландарк, наверное. Сейчас его вроде уже нет. И вот сделал я обзорчик один на этот тест-бранч 420 какой-то. Или, может быть, два. Они, естественно, были кривые косые, не пойми какие. Да и сейчас, может, не лучше получается. Ну и как-то постепенно втянулся. И пошло-поехало. Хотя самые первые, по-моему, видосы у меня были по Far Cry третьему. Ну там без голоса, без никто, без ничто. Но это было так, чисто проба вообще. Как оно залить на Ютаб? Это были первые, так сказать, ласточки. А потом уже попер Зеландарк. Жестко и основательно. Я думаю, достаточно. Я ответил на большую часть ваших вопросов. Почему ученик-77? Почему жук-муравейники? Как ты пришел на Ютаб? Так что большое спасибо, что послушали. Если понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, можете писать что угодно. Но я все равно все поудаляю и еще вас обматерю вслед. Да, я такой, я засранец. Я злой, коварный. А если есть какие-то вопросы, пишите. Я вам еще запишу что-нибудь интересненькое. О себе. Ну, в разумных, разумеется. Ох, в пределах. Ну ладно. Все, я пошел. Мне бы пока. Всем удачи в игре. Остерегайтесь серых штурмовиков. Да? Да. Все? Да все вроде. تم 你. Да. Тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. Продолжение следует...